Сказать, что этот форум проходил масштабно, не позволяет последствия пандемии, пока количество желающих посещать образовательные встречи все же ограничено. Однако спрос на такие мероприятия есть, во многом в том числе и благодаря обстоятельствам с коронавирусной инфекцией. Представительницы прекрасной половины стали чаще задумываться об открытии собственного дела, чтобы успешнее и эффективнее сочетать рабочие будни и семейные хлопоты. Так на свет родился проект «Сквозь потолок». Пробивая свои внутренние страхи, стимулируя себя к творчеству и активности, представительницы прекрасной половины имеют все шансы быть успешными. Наша цель, чтобы вот эти женщины поделили своим опытом, чтобы они заявили себе, рассказали, как они достигли успеха и тем самым заразили других женщин позитивом, уверенностью, для того, чтобы женщина могла ставить перед собой цели и двигаться дальше. Сегодня брещанки активно развивают различные направления деятельности. Это доказали спикеры встречи, успешный бизнесвумен, которые знают, чего хотят и всегда готовы к новому и неизведанному. Они руководят ателье и мастерскими, создают бутики и салоны, расширяют границы образовательного процесса. У каждой из этих дам своя история успеха, в которой дети и семья сыграли не последнюю, а порой и ключевую роль. Для меня определяющим было рождение детей, потому что дела я начинала разные, и каждый раз это было связано с появлением нового человека в нашей семье. Сейчас это дело моей жизни, которое тесно связано со всей моей семьей, потому что оно помогает развиваться моим детям. Люди боятся выйти из зоны комфорта, и у них есть очень много «но». То есть это, наверное, основной критерий, по которому они не могут выбраться из какой-то рутины и заняться каким-то своим делом. То есть надо не бояться, это самое главное. И слушать тех людей, которые также будут мотивировать их. То есть не тех, кто тянет их на дно, а тот, кто помогает достигать каких-либо результатов. Это самое главное. Диалог в рамках встречи получился достаточно активным, ведь в формате живого общения всегда проще спросить о каких-то нюансах, узнать человека ближе, посмотреть, что может служить мотивацией и ключом к успеху. Кстати, в клубе деловых женщин заверили, что встречи в таком формате еще будут проходить в областном центре. Так что следите за афишами. Продолжение следует...